Итак, всем привет, с вами Допгайм. Продолжаем играть в Викторию 3 за Нидерланды. В прошлой серии мы неплохо так опять подняли свой ВВП, уровни жизни. Мы вторые в мире, но первые французы. Все-таки логично, они очень богатые. Ну и плюс мы какие-то товары им продаем, с ними очень плотно торгуем. А у нас у самих в области входят не только Нидерланды, но и множество здесь вот территорий. Частично, не частично, где-то уже вот-вот войдут. Вот, собственно говоря. Кроме того, у нас здесь миграция очень жесткая начинается уже. И надеюсь, не будет лагать. Я опять же поставил мод, который ускоряет ассимиляцию, из-за этого будет меньше культур. Но посмотрим, как это будет работать. Хорошо, плохо. Все, вообще, Дикси уже стало 14%, это очень много. Так я понимаю, американцы к нам просто бегут. Где бы там плохой уровень жизни. Ну-ка. 14,2. Ну, такой себе, да. Так что потихоньку к нам будут эмигрировать отовсюду. И более того, я думаю, мы после вот текущего закона поставим себе мультикультурализм. И будем еще больше получать мигрантов. Прост население уже 1,6. Медицина у нас докачивается потихоньку. По промышленности мы тоже приближаемся потихоньку к финальным техам. Но по армии мы пока ничего не качали. Только просто распространяются у нас технологии. И так как у нас очень высокая грамотность, технологии распространяются быстро, качаются тоже быстро. В этой серии, я думаю, мы все нефти заранее подзахватим территории. Где она будет? Венесуэла, то есть, да, тут, на Ближнем Востоке. А возможно, что-то еще в Африке подколонизируем, подзахватываем. Ну и постараемся уже, наконец-таки, выйти на первый уровень жизни. И дальше повысим наш ВВП. Мы уже, на самом деле, третье место в мире. Это очень сильно, учитывая то, что наши территории небольшие в Европе. Но на самом деле у нас, хотел сказать, небольшие. Нет, территории у нас уже большие. Но это если учитывать все колонии. Кроме того, хотелось бы Голландскую Ост-Индию аннексировать в один момент. Я думаю, стоит. Плюс вот это все подъезд тоже. Потому что здесь тоже, по-моему, в Яве будет нефть. В Восточной Яве, если не ошибаюсь. Пока ее нету. И вот я не уверен. Наверное, мне надо сделать вот так уже. И потом аннексировать в Марионетку. Посмотрим. В любом случае, поехали. Там, кстати говоря, Астрия пошла воевать. Нет, у нее случилось восстание в Северной Италии. Кстати говоря, неприятное. Там 10 миллионов откололось. Но на самом деле больше, потому что там, я уверен, был шелк. Как раз-таки вот здесь, да? Да, и то есть, это, можно сказать, обвалилось производство по всей стране одежды. Давайте посмотрим. Да, здесь, я вижу, тоже подваливалось. В общем, это неприятный эпизод для Австрии. И теперь еще и с Пруссией у нее война. Что это за война? А нет, это война Италии, Пруссии против Португалии, Испании и Австрии. В общем, любая война, это прекрасно. Особенно учитывая то, что к нам должно больше мигрантов течь. Потому что там уровень жизни должен ухудшаться. У нас уже миграция очень такая уверенная, да? По 400 тысяч. Но она будет еще и увеличиваться, я думаю. Кроме того, когда мы мультикультурализм поставим, будет еще больше. Какого-то есть закон о выплатах педнякам? Хорошо. А у нас все еще огромные деньги в балансе. И они, да, они не так, что и ухудшатся. Давайте тогда на фоне этого, что мы можем сделать все? Построить строительные сектора, я думаю, дополнительные, да? Автландри. И что здесь у нас еще? Давайте здесь тоже пятерочку. Будем усилять наши постройки. И я вижу, что у нас бюрократия очень резко растет по расходам. Это странно. Возможно, это из-за того, что у нас население очень сильно растет. Из-за миграции. Но я не уверен на самом деле. Но давайте просто добавим себе административное здание. Как бы выход из этой ситуации очень простой. Так, я думаю, да. Строительные сектора все равно будут строиться? Нет смысла и понимать, еще выше. Вот там Австрию, кстати говоря, неплохо так разбивают. И ПВП просаживается, и территория здесь потеряет. Это хороший был бы момент, чтобы Люксембург вернуть. Но у нас сейчас отношения хорошие. Я пока что не стал бы. А в Франции там севера тоже с кем-то... А, фух, это просто цель. Я подумал, там какая-то коалиция нет. Но она ради нее почему-то мобилизируется. Договорный порт в Суджоу. Слушайте. Ну вообще, да. Ишка делала полезное предложение. Да, давайте. Собственно говоря, почему бы и нет. Да, мне реально пригодилось бы и Суджоу на самом деле нормально. Да, так... Даже, даже, даже возможно, я тогда что-то поделаю, какую-нибудь выстку попробую сделать. Не знаю. А, у нас сейчас сколько флота? У нас мало флота. Давайте наш флот, кстати говоря, увеличим. Нам бы и армию увеличить, но пока что нам не нужно армию увеличивать сильно. Вот наш флот. Да, давайте-ка добавим сюда... Ну, 15 кораблей. Можно есть сюда десяточку. Вот так. И, ну да, пойдет в принципе. Пускай они будут расти. И потом попробуем реально получить территорию Ацина. Было бы неплохо. Да. Параллельно тут восстание случилось в Папуа. И это очень круто, потому что я сейчас все это заколонизирую просто в одну войну. И этим еще и здесь ускорю себе колонизацию, потому что у меня меньше будет расходоваться население туда. Это очень хорошие новости. Ну и мне интересно, как будет война с Францией, с Китаем развиваться. Будет ли Францией туда высаживаться? И нужна будет ли моя помощь вообще в этом конфликте, да? Потому что вот этот вот Казбелли я могу получить и ничего не делав, просто существует тут. Единственное, я вот такая боюсь, чтобы там пошлины не отвалились, да? Возможно, мы торговали с Цинем, но, судя по всему, не особо. Ну да, здесь не так много. И они просто пока что не активными стали, потом снова появятся. А вот нет, слушайте, шелк у нас... Шелк у нас был очень нужен, оказывается, я только что вижу. Шелк нам срочно надо из любых рынков забывать. В любых количествах. Мы полностью были зависимы от Циня в шелке. И это любопытно. Но, кроме этого, я не вижу особых каких-то страшных событий для нашей экономики, да? Ну да, остальное все умеренно нормально. Сейчас мы построим заводы, и потом я застрою порты везде, где можно, чтобы у нас было максимум конвоев. И продолжим после этого строить заводы. Можно, кстати говоря, повысить еще социальный выплат немножко. Но не слишком сильно. У нас там завод синтетики появился, но я думаю, что я его не буду брать. Я буду просто с ним торговать, и, возможно, просто захочу какие-то территории, если мне это будет нужно. А именно производить самостоятельно шелк, наверное, не стоит. Распотрите на эту безумную миграцию. 56 тысяч. У нас, помните, начало серии было здесь 3 миллиона. Серии 3,7. И, ну, они продолжают пребывать. Я вижу, у меня небольшие подлаги происходят. Но, то же, что я еще вижу, что ассимиляция вроде как проходит. Видите, у нас здесь 92,6 нидерландцев процентов все еще. И вроде, как видите, они уменьшаются. Из-за этого я верю, что нормально идет конвертация, и у меня игра не умрет к 900, хотя подлаги микро я замечаю уже. Возможно, мне нужно будет залезть и еще больше усилить эффект от вот этой вот ассимиляции, чтобы просто не было лагов. Мы, кстати говоря, на втором месте уже по ВВП. И я думаю, в один момент мы сможем догнать и обогнать Францию. По уровню жизни, кстати говоря, они все еще впереди. Очень уверенно держатся. Ну, это еще даже нас кто-то еще догнал и обогнал. Кто же это? Пруссия на первом месте, господи. Вот, вот, вот это мне нравится. Ишки на самом деле что-то делают. Это прекрасно. Собственно говоря. А здесь Франко-Прусская началась. И скоро начнется Российско-Прусская, господи. Триполи. Италия в марионетку. Господи, что? Пруссия, что ты сюда добавляла? Смотрите, я здесь все еще не вижу Франции. Я же, ну, не ошибаюсь. А, это не переговорная часть. Окей. Ну, да, удачи им. Собственно говоря. Пруссия что-то не поняла в этом, не знаю, мире. Ну, допустим. Да, Британия с Египтом там долбится. В общем-то нормально. Россия, кстати говоря, продолжает развиваться. Хоть и, ну, по сравнению с другими странами медленно. Я рад, что у нее ВП растет. Потому что в Ваниле он вообще не растет. Но я вижу, что. Тут политика не поотменялась никакая вообще. Здесь ополчение. Здесь крепостное право. Потом санчемники. Традиционализм, меркантилизм. Все, все дефолтно. Собственно говоря. Только, по-моему, вот это добавилось. Мне кажется, раньше не было. А так, основные вещи она не поотменяла. И из-за этого, конечно же, развиваться ей очень сложно. Ну да, Пруссия. Видимо, все. Жаль, что мы не можем тоже присоединиться. Я бы тоже какой-нибудь кусочек Пруссии съел. А, потому что мы вот здесь вот воюем. И Франция не спешит сюда высаживаться. Я думаю, она вообще сюда не высадится. И я не думаю, что мы можем, да? Нас слишком мало. На самом деле. Цинь там вон полтора... Полторы тысячи. Это сколько получается? Полтора миллиарда? Полтора миллиона. Господи, какой миллиард. Что за бред? Я говорю, полтора миллиона батальонов там. Солдат, точнее, в этих батальонах. Вронь жизни ужасный. Я поздравляю, что они там вообще в долгах в этой войне сидят. Ну, 30 миллионов, да. И я не думаю, что... Вы можете позволить такие расходы. Ну вот. Да, сложно-сложно в цену. И хотелось бы нам их колонизировать тоже, но пока вряд ли получится. Франция здесь с Италией вместе пробивается очень уверенно. Мы достраиваем уже порты везде. И начинаем плотненько сейчас строить промышленность именно производственную. Просто посмотрите на это. Два миллиона иммигрантов. Из Франции, из России. Просто жесть. И я вам отвечаю, если бы здесь не было мода на ассимуляцию, я бы уже умер по лагам. И это мы еще не подняли до самого максимума нашу политику. А, кстати говоря, стоит это уже, наверное, сделать. И какое же там будет? Как... Что за жесть там будет? Там просто, ну, все у нас будут ассимилироваться? Там будут приезжать вообще абсолютно все. И все будут хотеть ассимилироваться. То есть, ну, можно видеть, что это работает, потому что у нас нидерландцы все равно нормально себя чувствуют по количеству. И, кстати говоря, здесь нет уже перенаселения? Еще нет. И, видимо, не скоро еще будет. Так что отлично. И все работают, самое классное, да? То есть, я создаю достаточно рабочих мест для них. Везде. И они все работают. Вот здесь только надо сейчас добавить будет. Но, тем не менее, да. То есть, вот уровни жизни хорошие. Здесь почему-то нет. Работится в области. Блин, ну, идите поработайте. Есть места рабочие. Куча мест рабочих, ребята. Вы зря не работаете. Вот здесь вот надо будет подстроиться сейчас, что-нибудь придумать, чего нам не хватает. Ну, кстати говоря, свинец будет добывать. Здесь его нет, надо будет подстроить. Вот можно химию сюда застроить по жести. И да, кайфово. Можно еще колонию сейчас будет подстроить. Но при этом все. Мы все еще не на первом месте по уровню жизни. Что такое синтанк? А ну да, 1-4-шка всегда будет выше тебя. Ничего нового. А вот и мультикультурализм подъехал. Должно стать еще больше в теории мигрантов. Но здесь и так, вон, миллионы, помните, да. 3 миллиона было. Уже 5. Да, растем мы и по дням, по часам. Но это и хорошо. Более того, это не только там. Миграция происходит еще в некоторые здесь регионы. Потому что здесь где-то есть вот эти релихорадки. Так что тоже туда много куда попадают. Ну, вот именно в точечные регионы с каучуком. Каучуком, типа, вот таких вот. По-моему, здесь тоже, да. Так что миграция приходит и очень уверена. Полмиллион у нас год. Но это, мне кажется, неправильная цифра. Это, наверное, естественный. А миграция, мне кажется, здесь не учитывается. По ощущениям, по крайней мере. Блин, мне уже хочется выйти из этой войны. Потому что я не вижу все цели против нашей страны. Но напротив нас нету цели. Так что не будет. Мы выйдем из этой войны. Она бесконечно продолжается. И, вероятно, закончится быстро. И нужно нам, на самом деле, пойти куда-то в нормальной территории позахватывать. Тип, можно вот сюда пройти. Здесь, по-моему, тоже будет нефть в Леве. Вот, кстати говоря, исследователь телефона. И сейчас расследуем тут тех, которые даст нам эти телефоны использовать. Потому что у нас бюрократии не хватает. А просто бездумно застраивать домиками дополнительными я не хочу в свою страну. Лучше просто повысить производство. Нам нужно будет тысяча телефонов. Давайте сразу же это производство. И добавим сюда, собственно говоря. Ну, условно, 15 нам нужно электрозаводов. И в Голландии есть как раз место на это. Через сколько они достроятся? Через 47 недель. Наверное, нормально. Я думаю, нормально. Еще один забавный факт, что у нас третье население в мире внезапно. Я что-то как-то даже не задумывался об этом. Но оказывается, да. У нас много населения. И по престижу нам еще много догоняется до более высоких позиций. Но факт, что эти позиции не решаются. Говоря, первый уровень жизни в мире. Все, да, я считаю. И это еще не предел, я думаю, нашего развития. Тем временем мы колонизируем Африку. Плюс у нас опять восстало Остынде. Ну, Остынде восстало Остынде. Поэтому надо побыстрее, на самом деле, ее уже аннексировать. Ну и с проблем, очевидно, мы африканские территории здесь захватим. Нас и больше, и качество у нас лучше. Стоит вот за такими моментами наблюдать, чтобы не было у нас меньше где-то. Иначе мы чуть больше потерь понесем, да. Но все равно, на самом деле, немного. И мы сейчас присоединимся к новой территории. И после этого, я думаю, пойдем за нефтью в Венесуэлу. Мы здесь идем за нефтью в Ливию, собственно говоря. Сейчас еще пойдем в Венесуэлу. И потом попробуем в Османской переград. Кстати говоря, что вот это такое? Почему у меня фронт с Австрией появился? А, Австрия решила поддержать Ост-Индийскую революцию. Блядь, как же мне это Ост-Индия срёт? Просто, просто безумно. Ну, надо сейчас что-то придумывать. Особо придумать нечего. Пока они здесь не наступают, давайте не будем туда закидывать войска. Там, я полагаю, просто штаб и нету генерала, да? В Лексенбург мы можем захватить захватим. И надо просто бежать и добивать сейчас будет всю Индонезию. И только вот здесь вот тоже добить эту войну, чтобы отсюда войска можно было все освободить. И потом бегом в Индонезию. Слава богу, пока что здесь только просто карнизон, и они не атакуют. А они могли бы. Но, кстати говоря, ВВП тоже стал первым в мире. Отлично. В 882 году мы смогли перескейлить их всех. И это приятно. Там уже капиталируют потихоньку. И надо вот сюда сейчас срочно будет закидывать войска. Слово, как здесь вот сюда копируем. Я, кстати, понял, где австрийские войска. Австрийские войска в Интерландах. В Астиндии, точнее. И это неприятно. Потому что, допустим, здесь вот мы не смогли через них пробиться. Но это какой-то генерал очень сильный, да? Я правильно понимаю. Стрельщиков, сколочная артиллерия. А, это у нас генерал говна. Все, я понял. Вопрос откладывал. А, это отпадает. И нам надо, наверное, поднять сжалование вооруженным силам. Надо флаги включать. Пора уже. Вот с флагами. И при количественном преимуществе мы все-таки их перебиваем. Еще у них медицины нет. Это тоже очень неплохо решает. Кстати говоря, про это я вспомнил, что нам бы массовый призыв поставить. Это тоже нам очень неплохо в войнах будет пригождаться. Так что это у нас следующий закон. И после этого мы, в принципе, почти все законы уже на нужной позиции выставим. И смотрите, как раз мы, вот, я думаю, к моменту постройки электрозаводов, да, исследуем вот эту теху. А в Срице здесь, видимо, без снабжения даже сидят, кстати говоря. Можно в этом убедиться, сделав вот так. Наверное, на конвое. Ну, допустим, вот сюда, да, наверное. Тоже. Ну, они и регенят мало, потому что у них техи нету. Но и я думаю, конвои тоже здесь очень решают. Возможно, моя Уст Инди все-таки чем-то полезная, и она топит конвои. Но это не точно. Очень не точно. Но мы точно будем топить и потихоньку пробиваться здесь. США предлагают оборонительный пакт. Слушайте, раньше я, может быть, согласился бы. Но сейчас США. Нет. Тем более, что нам нужны их территории. И, возможно, мы их скоро и заберем. И у нас есть, вот сюда войска случайно тэпнулись. И это надо срочно прекратить, чтобы Астрия случайно... Ну, вот сейчас-то она там не воюет, по какой-то неизвестной мне причине. Надо, чтобы так и оставалось. Поэтому давайте-ка сюда войска вернем. Потому что, мне кажется, если мы туда начнем атаковать, то мы их спровоцируем моментально. Давайте сделаем вид, что мы не знаем, что там тоже есть фронт. Потому что они пока, видимо, делают такой же вид. И добьем реальную цель войны. В скобочках, это самая худшая цель войны. Потому что нужно заходить прям всей территории, судя по всему. Иначе не спадает нормально воинственность и варскор не капает. Ой, игра меня троллит просто бесконечно. Он реально сюда пошел. Только не дай бог они сейчас нас атаковать из-за этого. Не дай бог. Эти приказы дебильные. Это просто, ну, жесть. Да, так и есть. Они начали нас атаковать. Блядь, игра просто 10 из 10. Он себе портируется и начинает атаковать там. Ну ладно. Ну ладно, скоро они капитулируют. Нет, не скоро. Нет, не скоро. И... Даже если мы сюда сейчас все отправим, ни хрена это не поможет. Нужно добивать как можно быстрее. И я не могу попросить, не могу узнать, сколько им еще надо. Но надо просто здесь добивать до последнего. До того, как они нас оккупируют слишком сильно. Кстати говоря, какие-то битвы, мы даже, смотрите, выигрываем внезапно. И отбиваем нападение. Но нам реально нужно сейчас все солдаты, что можно мобилизовать. И давайте тогда мы уже не будем стесняться. Да. И просто вот так вот прожмем, потому что нам реально нужен каждый. И нам нужно здесь успеть защититься. Как же срвет этот Ост-Индия? Просто жесть. Как же срут здесь маринетки? И как же срвет этот Сишка вот этими войнами? Но мы здесь пытаемся вот так вот как-то пробиться потихоньку, да? Полная дичь с этим. Сражение какое-то. Скорто конвоев в Донезе нет. Мне надо их, конвой бы, отопить. У нас есть на Рейне еще один флот. Давайте. Блин, на самом деле этим бы топить. Давайте возьмем какой-нибудь флот вот здесь. И им будем филотолеты на конвое вот здесь, предположим. Очередная битва и, судя по всему, ее мы не выиграем. У нас там, да, просто войска не пополнились даже. Ну, вот сюда надо просто спешить, роняя окал, не знаю, как-то еще сказать. Просто пробиваться через это. Чтобы, наконец, начал капать в Варскор. Мы же не оккупировали достаточно на территории, правда? Надо 100% оккупировать ради Варскора. Ладно, Варскор чудесным образом начал капать. И скоро они капитулируют. Но ситуация вся мне ужасно не понравилась. Надеюсь, повторно такого не будет происходить. Ну да, почти-почти все уже. О, это, конечно, ужас. Вот произошла капитуляция страны и Австрия тоже сдалась. Но война это просто ужас. Из-за этого мы не пошли, не захватили Венесуэлу. Здесь ничего не добили, то, что хотели, да. Очень неприятно. Очень мерзко. Это дерьмо надо аннексировать как можно быстрее. Вот, собственно говоря, это мы и можем уже сделать. Это мы и будем делать, но уже в следующей серии. На это уже хватит. Так что, ребят, с вами был Допгай. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментарии. Все как обычно. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok